всем привет девочки всем здравствуйте всем хорошего настроения извиняюсь немножечко за голос я чуть-чуть приболела но это не помешает нам с вами сегодня в эфире конечно же побаловаться очень крутыми дизайнами посмотрите на технике сегодня у нас интересная тема референс и кошачий глаз классно очень получится я сделал уже образец мне очень понравилось и я думаю что это очень такой рабочий вариант который конечно же удивит ваших клиентов сто процентов немножко он такой знаете скрупулезный не для тех кто любит очень прямо быстро вот но очень эффектный очень эффектный поэтому давайте переключаться на стол и кошачий глаз для свадебного дизайна ну как бы можно если у вас такая креативная наверное невеста потому что там цвета такие знаете ну такие сочные хотя сейчас я вам покажу что я вам дали вдохновения положила да вот и может быть невестам и так в качестве как перламутровой ракушки какой-нибудь подойдет ну что давайте посмотрим так что у нас с вами сегодня на повестке дня на повестке дня у нас с вами вот такой вот прекрасный референс знаете по умолчанию по умолчанию вообще любой светлый цвет может быть использован для невесты я думаю здравствуйте так вот такой вот референс это у меня такая знаете инопланетянки их называют это конечно же тема футуризма и очень интересные платья сделаны из современных с помощью современных технологий и смотрите они очень такие интересные это конечно же не ткань да это такая какая-то очень классная возможно полимерная тоже пластиковая субстанция не знаю или основа из которой все это вырезается и потом это складывается вот в такие вот платья есть такой дизайнер и арис ван херпен то она очень любит такие вещи возможно это ее платье я честно не отследила название дизайнера мне просто очень сильно понравился вот этот вот референс и я захотела что-то подобное прямо изобразить потому что мне напомнило это как раз эффект кошачьего глаза вот эти переливы отливы всем да и переходы из цвета в цвет тоже так сейчас я вам у меня тут ногти 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 в процессе переделки в носе ногти в процессе переделки не хочу я чтобы вы их тут рассматривали сейчас пристально потому что когда знаете не незаконченная работа это не очень красиво смотрится еще поэтому я надену перчатку секундочку и еще хотела вам как раз в эту тему положить кое-что посмотреть сейчас тоже секунду вот такая вот у меня тут есть брошка который мы делали в клубе вот как раз про невеста сейчас века спрашивала вот и кажется что очень круто будет для невесты что-то такое перламутровая то есть это все сделано с помощью вот этих четырех оттенков кошачьего глаза девочки чтобы понимали это мы делаем такие поделки в клубе вами арт и это брошка я ее ношу да и она разукрашена полностью гель-лаками вставлены всякие разные пить перламутровые бусинки это вот перламутровая ракушка а вот это все разукрашена с помощью кошачьего глаза гель-лака вот чтобы был такой вот жемчужный красивый эффект добавлена сюда вот такая вот штука это у нас с вами вот триста восемьдесят девятый оттенок вот такой вот да смотрите он тоже очень клёвый тоже с очень красивыми частичками и если вы с ним используете в дизайне его используете то у вас очень красиво приглушаются вот эти оттеночки все потому что они достаточно яркие и видите становится такой эффект перламутровой ракушки они там внутри мерцают переливаются очень красиво получается переходят с помощью гель-лаков кошачий глаз до магнитных потому что у них вот эти частички все мерцающие они классно друг дружку заходят и дают очень очень плавно и переходит все сегодня когда на градиент например не делали то начинать с таких материалов очень хорошо потому что они легко друг в друга заходят переходы получаются очень-очень такие плавные вот это мы так оставим здесь для вдохновения и конечно же наш референс который мы сегодня будем использовать так выполним мы сегодня два типсика два типсика и один я думаю что мы сделаем с использованием наверное может быть даже бежевого такой попал меньше дала чтобы было мерцание а второй прям полностью мерцающий сделаем и один сделаем не думаю что с такой фиолетово-розовой гамме с голубым а другой более такой гамме розового может быть оранжевый немножко поменяем цвет я периодически буду вам показывать этот референс чтобы вы вспоминали от чего мы оттолкнулись итак погнали 1 я покрою сначала синим это 436 первый типсик здесь знаете не столь важно как вы будете например делать вот эту полосочку мерцающую сколько важно больше вот именно вот это вот красивые переливы хоть вам приближу потому что переливы здесь просто шикарные здесь включены он простите включены здесь разные частички перламутровые и белые и ну такие серебристые и и розовые то есть она как знаете как перламутровая ракушка светится давайте здесь как раз сделаем например переход возьмем за основу 438 будет на кончике их можно прям во-первых они очень укрывистые ими прямо можно смешивать их на полицию нет ничего говорю не на палитре прямо на ногте как на палитре что хотел сказать и они по сырому и по сырому и по сухому можно сделать градиент не очень хорошо друг дружку заходит берем кисть для градиента и потихонечку начинаем как на палитре прямо смешивать эти цвета между собой они дают шикарные просто оттенки дополнительные очень красиво видите здесь прям вот несколько движений и уже плавный плавный переход еще и через дополнительный цвет получается так давайте посмотрим на референс да и мы видим вот здесь вот такую вот очень характерную такую вот деталь я постараюсь его сейчас повторить для этого я смешаю политочка смешаю розовый 435 и смешаю с 436 чтобы был сиреневый сиреневый оттенок дополнительный так возьмем казаем 0 она такая по побольше нам тут не надо сейчас чего-то прям сверхтонкого и постараемся изобразить такую вот вставку сделаем такой подмалевок сейчас возможно не очень будет видно сначала да вот эти вот переходы цвета хотя видно на камеру сейчас смотрю все равно не видно это чтоб нам потом ориентироваться где будет у нас потом прорисовка понятно что я изобрели у нее вот эту вот центральную штучку ну и соответственно в этом типсе мы сделаем наоборот то есть у нас смотрите пошел цвет розовый наверх прорисовки я сделаю наоборот я опущу розовый наверх розовый вниз а желтый наверх давайте здесь как-нибудь по-другому немножко сделаем здесь нужно постараться сделать симметрично хотя можно сильно соблюдать эту симметрию и как раз розовым наоборот я продолжаю ведь у нас поменялся местами поменялся местами можно конечно прикладывать также магнитик и это может быть даже очень тоже интересно сейчас мы вот здесь вот попробуем это сделать посмотреть что получится наоборот отгоним от середины у нас будет потемнее так и здесь уже наверное прямо розовым возьмем сделаем чистый чистым розовым с боков так и вот так слушаем теперь вы можете двумя путями идти вот смотрите чтоб нам вот эти вот переливы переходы белые белесые показать всем привет здравствуйте 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 мы можем сделать двояко мы можем например взять опять же вот триста восемьдесят девятый оттенок да он смотрите уже намешанный как бы молочный и уже он нам все даст и что что он не сделает точно он нам не перебьет блеск да не перебьет блеск и выделит какие-то части где мы хотим например их сделать посветлее например возьмем линиарную кисточку и выделяем некоторые части давайте знаете как сделать так ну что еще будет за далеко ловит и буду успевать например я выделяю она становится посветлее либо можно пойти следующим путем можно взять например белый гейлак и помешать его стопам в принципе эффект примерно один и тот же будет поэтому если у вас есть готовый конечно быстрее взять готовый если у вас нет готового такого молочного то можно помешать с молочным но сделать его молочным помешать с белым гейлаком и здесь то же самое выделяем пока в принципе это достаточно быстро делается подмалевок нам нужен для того чтобы нам создать вот такую вот интересную игру света тени чтобы это все там видите так переливалась как на референсе и наметить чтобы не сбиться наметить вот эту всю симметрию так ну в принципе если нам где-то еще понадобится мы потом сможем еще с вами чуть-чуть где-то точечно выделить если где-то нужно будет слушаем и также здесь там напоминаю кто только что присоединился мы сегодня рисуем гейлаками кошачий глаз магнитными и вот такой у нас сегодня референс космический по которому мы делаем работу одну работу мы делаем в таких же цветах а другую я взяла немножко другую цветовую гамму и тоже решила сделать вот такие интересные имитации вот 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 этих вот переплетений с помощью как раз вот такие лак так а не многих мастеров есть куча втник и посыпушек так это отлично это отличная новость можно ли реверсивным способом и выполнить дизайн в то рок век мне так хочется вам ответить и я ничего не понимаю о чем вот знаете логическим путем если размышляем втирка втирок да можно все конечно конечно можно все девочки можно втирками делать можно не делать втирками ну просто вы представьте сколько вы это будете втирок делать вы же чеканетесь простите конечно за мой жаргон но это так то есть вам нужно сначала один слой нанести сделать втирку градиентную потом перекрыть чтобы она никуда не делась потом нужно второй слой нанести опять сделать втирку потом опять же у вас нету гарантии что у вас вторая втирка на первую не ляжет так что она ее испортит да вот поградиентную всю историю ну поэтому не знаю не так себе идея на самом деле мне кажется можно конечно но это вот такая многоэтапность меня вот все время например спрашивают чтобы сделали дизайн и побыстрее которые делаются в работе которые не тормозят потому что у меня дизайн обычно очень сильно замороченные ну я люблю замороченные дизайны такой вот я мастер заморастер замороченный мастер вот но в софтирками мне кажется это вообще очень сильно замороченный даже вот я бы не стала так сильно напрягаться а так пробовать такая же можно никто же не говорит нет не пробуйте а не по цене сколько ценю дизайн примерно скольки прайс девочки тоже всегда нас такой ступор этот вопрос ставит я же не знаю ваш город вашу ценовую политику но в каком сегменте работаете в премиум сегменте вы работаете или вы эконом или бизнес вообще не знаю смотрите я всегда отталкиваюсь от времени сколько у меня это занимает но тут надо понимать что у меня это может занимать одно время у вас другое время поэтому тоже все очень относительно может быть для меня вот это вот сделать вообще расплюнуть поэтому для меня это простой там дизайн а для вас этого вообще капец просто полдня сел и рисуешь поэтому для меня он может быть это в категории стандартный дизайн на один два ногтя для вас это может быть премиальный дизайн там которую будете долго делать рассчитывайте все из количества стоимости вашего часа сколько стоит ваш час работы так я возьму 405 это у меня будет для того чтобы изобразить кожу вот поэтому конечно смотрите потом дизайн стоимость дизайна допустим в москве и стоимость дизайна в какой-то городе не таким крупным это тоже две разные вещи поэтому смотрите уже писали так что мы хотим получить по итогу это мой пробный вариант был и он был не симметричная просто да на ноготь ну викнули не знала не подумайте пожалуйста насколько это сложно для вас я же не могу вам сказать то есть я если скажу вика берите 500 рублей за ноготь вы что поставите 500 рублей за ноготь или там за 1000 рублей за ног 200 ну подумайте пожалуйста сколько у вас это может стоить в вашем городе с вашими как по расценкам с вашим там уровнем клиентов и так далее тут очень сложно однозначно дать ответы поймите что у всех все по-разному так погнали знать что мы делаем да мы должны с вами тонкими линиями это все прорисовать прорисовать так чтобы это было интересно и чтобы это референсу соответствовало смотрите давайте проследим какие у нас здесь полоски они у нас такие вот здесь до перпендикулярные всему рисунку и может быть где-то вот здесь вот они у нас сходятся там на нет до чтобы были видны эти все переходы поэтому мы с вами выделяли вот эти все вещи беленьким сначала я советую вам прорисовать обрисовать саму вот эту вот штуковину и разделить вот эти вот все у нас ячейки которые мы рисовали разными цветами старайтесь тоненько обводить чтобы был был все ажурно когда у вас две линии определились вы начинаете пилить потихонечку маленькими коротенькими линиями конькими слова даже если они будут вас такие достаточно большие они все это будут делить на такие ширины и у вас видите здесь будет оставаться интересно она будет как бы от темного переходить к светлому и поэтому будет эффект такой что у вас там такой вот рельеф интересный со мной собака и что-то солнце она передает вам привет пан прекрати пожалуйста храпеть так страшно соответственно продолжаем кончиками на кисточкой все это прорисовать где-то можно оставлять например не прорисованы потому что если вы все прямо зарисуете то будет наверное лишь к где можете там вы прорисовываете как раз здесь давайте оставим безразделение и получаются такие же в принципе ячейки да как и на референсе сейчас мы еще разочек включим и посмотрим я беру вот эту вот ротеньку видите получаются вот такие вот штуки кстати можно сюда было бирюзовый еще намешать из зеленого и и синего да потому что я сейчас смотрю там еще бирюзовые какие-то есть тоже какие интересные вставки сейчас мы послушаем и мы наверное в серединке мазнем еще бирюзовым даже можно знаете как не бирюзой а сделать а сделать чуть-чуть полупрозрачным желтым чтоб нам с кожи сымитировать это все дело можно например кожу оставить только посередине чтобы чуть-чуть облегчить всю эту конструкцию с кожей понимаете что я имею ввиду это у нас вот эта вот девушка она видите у нее более редкие перемычки и просвечивает кожа и от мне хочется тоже сделать это чтобы этот эффект тоже остался прорисовываем уже сразу даже можно знаете ну это я просто по референсу рисую если вы просто самостоятельно этот дизайн делаете с у вас не видео клиент триференс и вы не акцентируете внимание что вы по нему работаете да в принципе если даже вы уже прорисуете вот эти линии которые огибают вставки то уже мне кажется будет очень даже интересно смотрите но живите сначала в одну сторону градиентом другую сторону градиент причем здесь знаете в чем классно что вы даже если не умеете тонкие линии рисовать у вас получится чуть потолще то все равно будет интересно смотреться потому что вот эти градиентные переходы цветом сделать обычным достаточно сложно а вот кошачьим глазом они видите получаются очень даже прекрасно прорисовали и что я хочу сделать я хочу вот эти вот две полоски прорисовать тоненько тоненько опять же знаете и вот когда рисуешь дизайн и так в эфирах бывает что кто-то например говорит ой вот здесь надо было остановиться вот это мне кажется лишним здесь может быть вам где-то что-то покажется лишнее вы можете это пропустить выпустить не обязательно что прям вот повторять один в один это же просто в качестве идеи сделано более у меня общая концепция в голове есть да вот она вот такая вот общая концепция вы можете конечно же останавливаться на каком-то этапе где например вам кажется что ну тут все баста карапузики надо уже остановиться и успокоиться вот смотрите что я говорила если нам хочется оттенок какой-то придать мы можем прямо вот плотно положить материал а можем в принципе положить материал полупрозрачное то значит вам нужно набрать его и кисточку прямо отжать почти до конца и чуть-чуть прихватим если мне хочется сымитировать что у меня вот тут вот кожа между полосками то можно пойти двумя путями можно сделать сначала бежевые полоски а потом сидеть их и дотошно обводить то что здесь у меня черные везде да даже иногда видите они широкие и перламутр он остается прямо тоненько а вот здесь у меня промежуток он как бы кожа обведенная с двух сторон вот в этом случае я вам советую не обводить все это очень долго и чтобы глаз начал дергаться а сделать следующим образом мы берем например рисуем полоску и делаем ее достаточно широкую а уже в нее потом когда она подсохнет будем вставлять с вами бежевый вот и оставим ее лишь обводкой но вообще если вы вот так вот даже прорисуете черным здесь пожирнее у вас тоненько останьте тоже получится интересный эффект то есть тут можно знаете до бесконечности фантазировать и по-разному делать мне кажется это очень интересно но такой вариант интересный конечно он не супер скоростной но супер скоростной его можно сделать если вы оставите подмалевок например и несколько тонких вот таких прорисовок тогда будет достаточно быстрый а если мы вот пойдем в такое вот усложнение дизайна то он конечно уже такой не очень быстрый получается смотрите сейчас мы с вами вот три полоски нарисуем я вам покажу как вставлять бежевый туда а если у вас будут например остальные ногти такого же бежевого цвета будет вообще классно смотреться потому что будет эффект что у вас надета вот какая-то такая же кольчужная штука такая футуристичная на какие-то ногти до а бежевый просвечивает сейчас мы с вами попробуем это сделать на маленьком участке и я чтобы просто знаете в эфире с тяжело смотреть когда одно и то же мастер вот сидит и делает по чуть-чуть эти полосочки поэтому я сейчас дорисую фрагмента фрагментарно и вам прикреплю просто к эфиру прикреплю окончательный вариант в комментариях вот и в комментариях посмотрите что по итогу получилось когда вы все это прорисуете все эти полоски конечно такой дизайн он знаете не пройдет незамеченным я думаю по любому клиентов ваших захватают за руки и будут спрашивать что это такое интересное потому что в любом случае это будет такой необычный достаточно дизайн где-то можно делать перерыв вот чтобы знать она все не любила здесь сделали перерыв до этого тоже можно чтобы сделать перерыв с ней я не пилить и так вот зато девочки какая у вас будет отработка тонких линии ну просто да немножко тут надо потрудиться но зато представляете как мы потом тонкие линии полюбите вообще не будете пульсировать их рисовать что господи тонкие линии да легко давайте сюда свой пальчик сейчас я вам все обведу тоненько потому что они такой дизайн показывал после которого тонкие линии никому не страшны так слушаем в принципе можно конечно кисть у меня не могу вам показать на кисточку это вы можете делать или не арка и 50 . просто на или ярко 50 приказала но это аналогичная кисточка вам нужна для таких линий под солнышко попало и это аналогичная кисточка линиярный к л 5 лет синтетика берем бежевый гель-лак вообще чтобы рисовать линии вам нужны дали ярко 50 там и вам чтобы рисовать линии длинные нужен ворс который будет у вас длинный где-то примерно где-то примерно сантиметр даже сантиметр и 2 миллиметра как раз меня к 50 она соответствует этим параметрам и она дает очень хорошие вот здесь мы с вами видите заполняем и даже если вы девочки нарисуете практически один в один у вас заполнится и останется черный лишь обводкой и заполнить это все гораздо легче чем обвести поверьте можете например пальчик клиент нагнуть и сначала одну сторону все обвести запомнить а потом перекинуть кисточку в другую сторону и вторую сторону заполнить паста она не она высыхает без остаточной липкости и нет остаточной липкости и гель-лак у вас очень хорошо по ней ляжет почти до краев поставив вам тонкую тонкую вводку такая штука получится интересно когда всегда делаю я думаю что будет просто вообще огнище так ну что ж если вы хотите например где-то усилить до где-то усилить то вы можете брать опять же полупрозрачный вот опять же если знаете у вас есть там желание и нужда в этом если у вас уже прорисовка достаточно четкая ведь она поярче становится вот если достаточно четкая вот здесь вот прорисовка то может вам такая штука и нужно будет потому что сначала наметить линию а потом ее вот так вот распилить гораздо быстрее чем вы каждую ячейку будете разукрашивать у нас вообще-то год дракона грядет еще до новый год конечно до нового будущего далеко еще осень у нас но все равно вот смотрите да такая драконь и тема мне кажется тоже кто например начинающий мастер еще отрабатывает всякие разные техники в рисовании очень прикольно до нового года вот этот репетировать и все у вас клиенты будут просто звездами корпоративов земля влюминаторе понял да то есть я сейчас вам отрисовал этот фрагмент показала как его сделать вот таким вот объемным и все это еще плюс к тому переливается разными оттенками он смотрит вообще шикарным самом деле прикольно очень сейчас послушаем ну и здесь такая же тема тоже можно так оставить можно тоже вот здесь вот выделить чтобы например вот эта часть была более выпуклая или вот эта часть была более выпуклая и будет тоже я думаю очень очень интересно смотреться если не хочется чтобы блестялое было то повторюсь можно просто стопом помешать например импасту и будут такие вот дракоши он же бога он же жора они же и ракоши они же и девочки инопланетянки так вот такой был референс вот так мы его изобразили все у нас такое же голографическое все у нас такое же вот эти переливающиеся из вот перемычками я кажется получилось вообще просто огонь огонь бомба пушка ракета вот сейчас я доделаю в комментариях вам присоединю фотографию конечного итога этого дизайна вот мне кажется тут знаете бесконечный простор для фантазии просто да можно по-разному делать конечно можно не на весь ноготь можно на половинку да вот закрыть одну половинку например цветом черным можно половинку делать если сложно например но я советую вам это поделать даже ради того чтобы отработать тонкие линии раз и навсегда вот вы поделаете пару таких дизайнов и тонкие линии все приручились и с вами на всю жизнь в голове и в руках этот навык так спасибо большое вам всем за эфир мне кажется получилось очень интересно хотя может быть в начале было вообще непонятно чем мы такое делаем но вот видите по итогу она такой вот очень очень прикольно получается желаю вам всем хорошего настроения не болеть крепиться крепиться у кого уже холодная погода девайтесь теплее и надеюсь теплоты теплоты наших эфиров хватит вам чтоб согреться если вас еще не включили отопление спасибо вам всем большое я вас очень всех люблю обнимаю каждую до встречи в новых эфирах пока пока пока